Привет, и в прошлом видео я у вас спросил, не хотели бы вы увидеть ролик, где я буду составлять свой рейтинг мини-игр, на что получил сотни комментариев от вас, да-го. Ну вот тако, как раз роликов подобного формата не было более 7 месяцев, а вы-то их любите, смотря на просмотры. Неужели вам настолько интересно моё мнение? Ну и давайте же составлять список, но сперва... Скажите, все сказанные видео это сугубо личное мене, а второе, ты равно можешь отвечать с вашим, это нормально. Какие-то такие категории я придумал. Изи, сложно и легко, а ещё нормально. Надеюсь, всё понятно. И первая мини-игра у нас как неожиданно зомботания. Может по порядку и хвастеть. Достаточно крутая по своей задумке мини-игра, хоть и не без странностей, которых уже очень много. В этом ролике, кто смотрел и помнит, треть была о зомботании, и как раз эти странности по правде усложняют её и без того нелёгкую. Наверное, категория сложности нормальная, будет для неё идеально. Поуглиных. Думаю, большинство скажет. Фууу, легкотня. Ну то ли у меня флешбеки с хардмода, которые я относительно недавно проходил. Надеюсь, намек понят. То ли ещё что-то. Ну вот не могу я назвать её лёгкой. Рука-таки тянется её впихнуть вот сюда. Да. Игровой автомат. Ой. Не знаю почему, но её огромное количество игроков в ПВЗ называют лёгкой, я же ну никак с этим не согласен. В этой мини-игре максимальный рандом, и есть достаточно большой шанс даже не пройти её с первого раза. О чём уж говорить, если играть в меню с каким-то челленджем, можно спокойно часа 3 просидеть, а то и больше. Поэтому ей определённое место в категории тяжело. Мини-игра Дождь и Семён, ну или как там её? Нуууу, отношения у меня с ней крайне плачевные, почти ни в каком челлендже её пройти у меня не удавалось. Да и опять, как и в случае с игровым автоматом, игра может тупо кувшинки, фонари и вытраду и выдавать, пока вы не проиграете. Определённо, если не самая, то одна из ненавистных мной мини-игр, так что лети вот сюда. Мини-игра, в которой, наверное, невозможно практически проиграть, не успев сделать 75 комбинаций. При том, это с челленджем, где только одно растение комбинировать можно, а что уж курить, если всё трогать. Изи. Увидеть звёзды. Прикольная мини-игра, плюс в ней задействуется одной из моих любимых растений, это так, к слову. Но какова мини-игра под названием «Увидеть звёзды» происходит днём, а насчёт сложности, ну она лёгкая. Зомбо-квариум, а вот и то, что превосходит визвичность и алмазик на фоне травы. Хотя и в ней можно проиграть даже при наличии 2000 солнц, если увлеклись. Прикол и твист, по моему опыту, всё же посложнее обычного будет. Как эта крутилка порой работает, я до сих пор до конца не разобрался, но думаю, тут этой мини-игре самое место. Большие зомби, маленькие проблемы. Точнее наоборот. Зомби с трубкой, а тем более футболисты, как раз из-за этих проблем, она вообще не лёгкая. Но и не тяжёлая. Благо есть спасительница Вишня, которая всё это балансирует. А что у нас между легко и тяжело? Верно? Нормально. Порталы. Ооо, ещё одна максимально рандомная мини-игра по типу игрового автомата. Только в этой слиться побыстрее выйдет. Припустим сейчас для примера такое, что у меня часто происходило. Если нет, а портал вот тут заспаунился. Что делать в таком случае? Наверное, дать мозги зомби. Мини-игра с очень долгим названием. По правде тоже прикольная. Да и лёгкая, если падают перцы. Если же нет, а такое вполне может быть. Сложность её повышается да тяжело, а то и сложно. Что-то между в виде нормально, в самый раз как по мне. Бобстрей Бонанса. Уверен, для многих она могла быть в детстве как что-то нереально сложное. У меня по крайней мере так и было. И приходилось смотреть туториалы как её проходить. Но сейчас же я понимаю, её можно легко и даже очень пройти используя только два слота например. О чём уж говорить если совсем о её проходить. Мини-игра зомби шустрее, зомби быстрее. И как понятно происходит всё в разы быстрее. Приходится даже ПКД на паузу ставить чтобы курсор перемещать. Уж очень-очень большие шансы что-то не успеть или протупить. Как итог, через пару секунд зомби у твоего дома. Действительно тяжёлая мини-игра я считаю. Пить зомби. Хех. Изичная мини-игра, но под её конец может уже палец попаливать и быстро кликать. Поэтому легко. Реально изи думаю она для тех кто кликер на ней подрубает. Ласт стенд. Ну тут я даже не знаю. Если юзать тактику с мракогрибами и чесноком она определённо изи. Если же исключить мракогрибы всё становится достаточно трудновато. Ну пусть будет тут. Зомботания 2. Ещё одна моя сложность в детстве. Никак не понимал как её проходить. И также смотрел по ней туториалы. Наверное могу сказать что она всё же посложнее. Будет удача на бэкслие. Один зомби перец чего только стоит. Паулина в часть 2. Больше волны зомби. Но скажу так с большим. Кхм. Огромным орехом всё куда спокойней. Пусть будет тута. Богопати. Наверное единственная мини-игра которая в каждом челлендже заставляет меня часами перебирать кардинально разные вариации тактик. Которые ещё и быстро выстроить нужно. Является реально трудной я считаю. Ну и... Не знаю как вам но знаю приколюху из-за которой босс спаунит всех на одном ряду. Да ладно уж даже не знаю её. Всё проходится уж очень и очень легко. О. Всё. Все 20 мини-игр расставлены. И вот какой-то такой лично у меня рейтинг мини-игр получился. Надеюсь он вам понравился. А если же нет. То буду рад почитать ваше мнение насчёт мини-игр. Какие лично для вас сложные, лёгкие, нормальные. А если захотите сами составить подобный топ. То ссылку ищите в описании. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok